Слышно, видно меня хорошо. У нас с вами сегодня уже конец января месяца, 27 число, 17 часов по Москве, понедельник. Это время наше с вами общения о технологии под названием Skyway, о проекте компании Skyway Cable, пока так называется наш проект. И, наверное, это время, когда мы с вами узнаем какую-то новую информацию касаемо развития нашего проекта, потому что сегодня на дворе 2020 год, и, по сути дела, идет шестой, ну, заканчивается, наверное, скажем так, шестилетие, потому что все началось в 2014 году. Был запущен проект на основе, скажем так, на базе краудфандинга по привлечению инвестиций в реализацию технологий под названием Skyway, либо струнного транспорта, то есть тот транспорт, который Анатолий Дардущич-Яницкий, наш генеральный конструктор, как мы говорим, советский, белорусский, российский инженер, да, конструктор развивает уже на протяжении конца 70-х годов, то есть у нас с вами идет сейчас где-то 43-е, да, получается, годовщина развития данной технологии. Но, скажем так, как никогда мы близки к реализации технологий в разных уроках земного шара, но об этом с вами сегодня кратко поговорим. Итак, друзья, 2014 год – это момент старта проекта группы компании Skyway, это начало привлечения инвестиций от физических лиц, от людей, независимо от того, где они проживают, сколько им лет, какой у них уровень образования, познания, скажем так, в сфере транспорта, потому что 99,9% – это наши технологии относятся в первую очередь к транспортной технологии. Мы знаем с вами целый ряд транспортных технологий, которые используем каждый день, это автомобильный, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, это водный транспорт, которым людям известен, как каждая в отдельности технология, более 100 лет на сегодняшний день, какой-то там тысячи лет, то есть люди плавают по озерам, рекам и морям и океанам уже на протяжении больше тысячи лет. Каждая из перечисленных технологий имеет свои общества и свои недостатки по отношению друг к другу, но если в целом объединить их в одно общее целое, то мы можем сказать следующее, что ни одну из этих технологий нельзя назвать абсолютно безопасной, абсолютно экологически чистой, да, то есть все они имеют, помимо того, что приносят пользу человечеству, будем откровенны и честны, да, то есть мы при помощи данных технологий на протяжении многих столетий перемещались по поверхности нашей планеты, сначала по поверхности, потом и в воздухе, благодаря тому, что появился авиационный транспорт, да, но действительно современный транспорт очень сильно загрязняет экологию, и это первое преимущество технологии, разработанной Анатолием Даршевницком, то что она по своей экологической чистоте на порядке превышает все известные нам с вами долги на сегодняшний день. Это безопасность, то есть назвать безопасными те технологии, которые мы используем с вами в повседневной жизни, невозможно, потому что каждый день мы слышим информацию, благо сейчас мир интернета, да, информация, по сути дела, доставляется в любую точку земного шара, если вы ищете считанные там секунды, либо минуты. Мы видим информацию о том, что в разных уголках земного шара каждый день происходит огромное количество аварий на автомобильном транспорте, на железнодорожном транспорте, конечно, гораздо реже падают самолеты, но тем не менее это случается, вот на сегодняшний день, по большому счету, так следя, скажем, краем глаза за новостями, информация о двух упавших самолетах, да, один из них в Афганистане гражданский, и вроде бы следом за ним там же в той же провинции упал военный самолет. Это один день из жизни человечества. И каждый день погибает огромное количество людей, в принципе, в мире ежегодно погибает порядка миллиона человек в различных авариях и катастрофах автомобильных, железнодорожных, водных, да, на водном транспорте, в воздушный транспорт. И в десятки раз большее количество людей в дальнейшем испытывают какие-то проблемы со здоровьем, которые, скажем так, остались живы в этих авариях, но тем не менее качество их жизни заметно ухудшилось, потому что они получили различного рода травмы. Да, кто-то из них, скажем так, травмы, которые не позволяют им полноценно использовать свой двигательный аппарат на сегодняшний день. То есть кто-то привязан к постели, кто-то привязан к инвалидным коляскам, там и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы всего этого не случилось, Анатолий Дарович Лицкий принялся за разработку технологий, которые сегодня, как я уже сказал, очень близка к тому, чтобы быть реализованы по достаточно большому количеству потенциальных адресных проектов, имеемые у нас на данный момент. Что хотелось бы отметить, да, то есть 14-й год, в момент старта технологии, по сути дела, было несколько видеороликов, да, это, скажем так, наработки за предыдущие годы Анатолия Мудардовича и его компаниями, которыми он владел и разрабатывал данную технологию. Целый ряд документов, подписанных структурами, в первую очередь, Российской Федерации, где Анатолий Дарович Лицкого с 2001 по 2009 год был свой испытательный полигон, где он смог впервые продемонстрировать, что из себя представляет струнный транспорт, о том, что данная технология реально обладает целым рядом преимуществ в сфере, скажем так, безопасности, экологической чистоты, скорости, комфортности и так далее, и так далее. И то есть на 14-й год была уверенность Юницкого, если мы привлечем необходимое финансирование для реализации данной технологии, для создания, скажем так, центра испытаний и сертификаций, тогда мы это называли полигоном. И вся задача, в принципе, при старте проекта сводилась к тому, чтобы привлечь необходимое количество инвестиций, финансирования. Эта сумма называлась порядка 300-350 миллионов, для того, чтобы в той стране, которая нам выделит участок земли, мы могли построить эстакады, мы могли построить путевые структуры Skyway, так называется, да, данная технология, то есть это Sky, небо, вы, это дорога, путь. Вот. И продемонстрировать возможности в разных сегментах транспортного рынка. Что значит разные сегменты? Это и пассажирский транспорт, это и грузовой транспорт, да, как заявлял генеральный конструктор, работа сейчас в этом направлении ведутся. И в сегменте пассажирского транспорта предполагалось создать несколько видов транспортных средств, которые будут задействованы как для перевозки людей в черте городов, перевозка людей в пригороде, да, и высокоскоростные перевозки междугороднего, международного масштаба на скорости 500 и более километров в час. В 2014 году данный проект стартовал. В 2014 году в мае месяце единственным сотрудником конструкторского, скажем так, инженерного состава нашей компании был лично генеральный конструктор технологии Анатолий Дародович Ницкий. За 6 прошедших лет создана, скажем так, крупная компания, которая сегодня, скажем, размещается на территории города Минска в разных краях, наверное, да, в разных районах данного города. Мы имеем свои собственные производства. Мы имеем свои собственные офисные помещения. Какие мы еще об этом с вами поговорим? Важно понимать следующее, да, то, что на сегодняшний день создано несколько видов подвижного состава. Кстати, вот сейчас на данном слайде вы видите, да, это четырехэтажное помещение, которое находится в трех минутах ходьбы пешком от метро-тракторный завод в городе Минске. Это промышленный район города Минска. Вот это собственное помещение предприятия струнной технологии, которая занимается непосредственно разработкой реализации струнного транспорта, струнного транспорта Минска, либо технологии Skyway. Компания Skyway Capital, как я сказал, это краудфандинговая площадка, на платформе которой привлекаются инвестиции для как раз-таки выполнения всех необходимых работ по созданию транспорта и путевой структуры, его сертификации, дальнейшего выведения данной технологии на мировой транспортный рынок. Итак, за шесть лет было создано целый ряд объектов, то есть созданы активы, которые находятся в распоряжении компании. На территории Республики Беларусь, 60 километров от города Минск, мы имеем свой собственный центр сертификации, стандартизации, демонстрации Skyway, который называется Экотехнопарк. Там на сегодняшний день построены пять рабочих трасс Skyway разного вида, то есть как, скажем так, тяжелая путевая структура, либо жесткая путевая структура, ферменная, на которой происходит испытание целого ряда видов подвижного состава. Провисающая путевая структура протяженностью 800 метров, то есть которая высоко поднята над землей. Полужесткая путевая структура, которая первая была сдана на территории Экотехнопарка в эксплуатацию в 2016 году. И первый прокат транспортного средства подбавлены Unibike, двухместное транспортное средство Skyway. Выглядит он вот таким вот образом, как вы сейчас видите на слайде. Первый прокат был осуществлен 29 ноября 2016 года. Я в данный момент и целый ряд специалистов нашей компании находились в Москве, как и сейчас. Мы с 30 числа находились на выставке «Транспорт России» 2016, и в ночь с 29 на 30 представителям нашей минской компании, которые были на стенде на выставке «Транспорт России» 2016, передали флешку, на которой был записан ролик с перемещающейся путевой структурой Unibike. То есть это был первый прокат транспортного средства. То есть не нарисованная, скажем так, не 3D какая-то, компьютерная графика, а именно транспортное средство, которое первое, скажем, проехало по путевой структуре Skyway. С тех пор, скажем так, проведено огромное количество работ, построены другие виды путевых структур. Как было заявлено генеральным конструкторам, у нас на сегодняшний день больше 10 видов транспортных средств, которые созданы. У нас есть собственные производства, расположенные в Республике Барусь, в первую очередь. Это в районе Шабаны, окраина города Минска, в сторону Могилева и Гомеля. Это недалеко от данного производственного помещения, сейчас заканчивая строительство, в поселке Королевичевич, еще одного, скажем так, производственного складского помещения. Это экотехнопарк, на территории которого созданы и испытательные лаборатории, в том числе, где создаются двигатели мотор-колесо, где создается, скажем так, система токосъема для перемещения на высоких скоростях. То есть все это на сегодняшний день создано специалистами нашей компании. Есть собственные разработки, непосредственно конструкторов и инженеров предприятия струнной технологии. Это целая линейка двигателей мотор-колесо разной мощности для разных видов транспортных средств. Ну и важный момент, на который стоит обратить внимание. То есть в Беларуси у нас создан, как я сказал, демонстрационный центр, где мы демонстрировали данную технологию. И за время, с 2016 года и по сегодняшний день, было, скажем так, около четырех десятков крупных различных делегаций, с разных уголков земного шара фактически всех континентов. Приезжали и специалисты нейротранспорта, и различных администраций разного уровня городов, стран, которые вживую видели, что из себя представляет технология. То есть с целью популяризации и развития нашего проекта проводилось целый ряд мероприятий в разных уголках земного шара. Это были и крупные форумы, и выставки, на которых специалисты нашей компании представляли технологию SkyWay. Целый ряд форумов, посвященных, в первую очередь, экологии и транспортной сфере, где выступали с докладами специалисты нашей компании. То есть был проведен очень большой пласт работы для того, чтобы мир узнал, что существует такая технология. И, конечно же, вы понимаете, цель, если мы в целом, скажем так, объединим все, что кратко я сказал за это время, это создание, скажем так, проекта, в котором люди, благодаря инвестированию платформы, через платформу краудфандинга стали собственниками технологий. То есть конечная цель – это коммерциализация, это выведение технологий на международный транспортный рынок. Целью, в первую очередь, и принести улучшение всему человечеству в сфере транспорта, да, то есть сделать его экологически чистым, высокоскоростным, комфортным, безопасным. То есть на 2-3 порядка уровень безопасности транспортных средств по технологии SkyWay превосходят все те, что мы имеем на сегодняшний день. Ну, в первую очередь, если сравним, конечно, с автомобильным транспортом. Вот. Что хотелось бы сказать. В момент старта проекта, это был первый этап развития технологии SkyWay, был предусмотрен 15-этапный план, как говорит наш генеральный конструктор, это заданный вектор, в направлении которого необходимо было развиваться, да. Этот план предусматривал 15 этапов развития нашего проекта. На каждом этапе было предусмотрено определенное количество работ, необходимых для реализации технологии. Соответственно, на каждом этапе необходимо было привлечь определенный уровень инвестиций, денежных средств, да, потому что все эти работы нужно оплачивать. На первом этапе это в основном, скажем так, были работы, которые выполнялись на бумаге, то есть конструкторские разработки технической документации, там, и так далее. Каждый последующий этап уже подразумевал конкретные физические действия в плане строительства, в плане создания транспортных средств, и, соответственно, привлекалось с каждым месяцем все больше и больше количества людей. На сегодня специалистов, которые занимаются непосредственно реализацией технологии струнного транспорта, уже более тысячи человек в Республике Беларусь. На каждом из этапов любой человек, как я вам говорил, проживающий на сегодняшний день порядка в 200 странах и территориях, то есть это люди, проживающие в Акирске территории всего земного шара, имели и возможность стать совладельцами технологии, инвесторами нашего проекта, и они этой возможностью воспользовались. И данная возможность сохраняется и на сегодняшний день, потому что этапов всего, скажем так, предусмотрено было 15. То есть это тот период времени, который подразумевает инвестирование денежных средств, приобретение какого-либо пакета долей по вашим возможностям на сегодняшний день, либо на тот день, когда люди делали свои инвестиции, это было 14, 15, 16, 17, 18, 19, вот сейчас 20 год. Любой, кто в течение этих 15 этапов станет совладельцем какого-либо пакета долей, группы компаний Skyway, через личный кабинет компании Skyway Capital вы можете зарегистрироваться, зайти, скажем так, внутрь личного кабинета, разобраться в технологии. У нас огромный пласт информации, касаемый непосредственно, что из себя представляет технология, какие шаги вы можете предпринять, какие выгоды вы от этого получите. Мало того, у нас есть квалифицированная служба технической поддержки, у нас есть служба информационной поддержки, в которой вы можете задать вопросы для того, чтобы разобраться, скажем так, что из себя представляет наш проект, технологии, какие шаги вы можете предпринять для того, чтобы стать совладельцем долей, да, и в будущем получить от этого выгоду, да, потому что предполагаемая, скажем так, стоимость отдельно взятой доли в момент старта нашего проекта это 1 доллар США, ну и в этом направлении, начиная с 2014 года, наш проект активно движется. То есть в дальнейшем, по мере реализации технологий в разных уголках земного шара, то есть вы будете иметь возможность получать доход от того, что компания будет получать прибыль от тех адресных проектов, которые будут использовать внутри себя технологию Skyway. Что еще буквально хотел добавить в двух словах, да, то, что начиная где-то с 2018 года прозвучала впервые информация о том, что компания плюс ко всему, помимо разработки технологий, будет разрабатывать еще собственную блокчейн-платформу, и на базе этой блокчейн-платформы будет создаваться мировая сеть Transnet, да, то есть это и движение транспортных средств, вся логистика будет задействована, движение денежных средств, да, то есть транспорт будет перемещаться, перевозить грузов и людей, и фактически в автоматическом режиме сразу же будут раскладываться деньги тем людям или компаниям, которые будут принимать участие в реализации данного проекта. Соответственно, если вы стали совладельцем любого из пакетов долей, да, и в момент закрытия инвестирования в наш проект, цель, как я вам сказал, была какая, да, то есть на начальном этапе это создание своего центра демонстрации сертификации, где мы смогли продемонстрировать, что из себя представляют транспортные средства, что из себя представляет технология, продемонстрировать людям, заинтересованным в реализации данной технологии в тех местах, где они проживают, либо где они планируют ее использовать, да, и в дальнейшем это получение коммерческих заказов на реализацию технологии, получение прибыли компании в итоге, и 20% от прибыли компании будет распределяться по тем долям, которые были реализованы в процессе движения нашего проекта по системе краудфандинга, то есть любому человеку, конечно же, чем большее количество долей у вас будет на момент распределения этой прибыли, тем большее количество денег вы получите в свое распоряжение, да, скажем так. Итак, друзья, прошло 6 лет, проделаем большой объем работы, ну и, наверное, было бы правильнее подытожить кратко информацию, которую я вам дал, тем, что мы вот всю прошлую неделю ждали информации о том, что же нам скажет генеральный конструктор в начале 2020 года, и я думаю, многие из вас в конце прошлой недели, в пятницу, смогли лично, да, послушать интервью с Анатолием Даровичем Янинским, который, скажем так, дал оценку проделанной работе, ну и кратко озвучил планы на, по крайней мере, на 2020 год, мы услышали несколько цифр, мы услышали, скажем так, несколько четких планов непосредственно из уст генерального конструктора, вот я сейчас сидел, смотрел раза четыре дела определенные выписки, вот, и что хотел бы еще добавить, вот новость, которая вышла буквально несколько минут назад, мы, правда, не знали в пятницу, да, компания продолжает уверенно развиваться, компания продолжает уверенно, скажем так, расширяться, привлекать большее количество специалистов, скажем так, своей ряды, и вот здание, которое вы сейчас видите, да, четырехэтажное, в котором размещалось целый ряд конструкторских бюро, вот, в пятницу буквально в средствах массовой информации Беларуси вышел целый ряд статей на разных интернет-порталах о том, что предприятие «Струнная технология» обзавелось новым зданием. По адресу город Минск, улица Железнодорожная, дом 33, находился, скажем так, ну, торговый центр, Плаза СВС, не ошибаюсь, он называется, да, 9 этажей, и вот буквально несколько минут назад вышла новость о том, что группа компаний Skyway стала владельцем этого здания, общая площадь которого 12 тысяч квадратных метров, только площадь этого одного здания, да, в котором будут перемещаться структурные подразделения группы компаний Skyway, компания «Струнная технология», на сегодняшний день сотрудников более тысячи. И если вот так вот пройтись немножко, окунуться в историю, я просто помню, как все это начиналось, 14-й год, лето, наверное, даже 8, да, то есть переезд на тот момент, скажем так, порядка 80 специалистов, дай бог, в первый офис, который находился в центре города, Минска на улице Замковая, я в том офисе был, мне было интересно подъехать, посмотреть, действительно, там занимали два этажа и подвальное помещение, да, конструкторское бюро, это, по сути, дело недалеко от универмага на Немиге, кто знает город Минск, да, и недалеко от старого дворца Спорт, то есть там по прямой можно выйти, ну, для тех, кто, скажем, совсем хорошо знает город Минск, это возле здания, скажем так, Минского экзорхата, да, русско-православной церкви, то есть там совсем недалеко, ну, для тех, кто любит пиво, там, по-моему, Раковский бровер недалеко, пивной бар, это тоже возле универмага Немига, то есть там находилось первое наше конструкторское бюро, потом, по мере, скажем так, расширения и увеличения количества специалистов, были арендованы помещения в здании Титан, которое находится недалеко, по сути, напротив, да, Минского медицинского университета, то есть там было три высотных здания, да, в этом комплексе, и три этажа занимали конструкторское бюро. Следующим шагом развития нашего проекта касаемо, скажем так, приобретения офисных помещений, развития там активов компании, да, это были, было производство в Шабанахе, о котором я вам сказал, по сути дела, была получена территория бывшего проекта, который, в принципе, до конца так и не состоялся, я думаю, многие из вас слышали, это проект господина Прохорова, Е-мобиль, да, то есть вот те производственные площади стали производственными площадями предприятия струнных технологий, достаточно большое количество квалифицированных специалистов пришли работать из того проекта в развитии проекта Skyway. То есть я нескольких из них знаю лично, потому что на производстве за эти несколько лет, ну, мне удалось побывать, пообщаться с этими людьми вживую. Это надо было, скажем так, по производственным вопросам, по вопросам развития, скажем, информационного направления нашего здесь в Москве, да, потому что мы принимали участие тоже в целом ряде мероприятий по популяризации технологии Skyway и по возможностям, скажем так, инвестирования в наш проект. И поэтому приходилось бывать в Республике Беларусь, город Минс на нашем предприятии. Так вот, после этого было приобретено здание в трех минутах ходьбы от метро тракторный завод, да, действительно рядом находится ДК МАЗ, ДК тракторного завода, оно прямо напротив самого тракторного завода, и от метро там, ну, три-четыре минуты спокойный шаг. И вот следующий, скажем так, этап развития группы компании Skyway, потому что увеличивается количество кадров необходимых, необходимых для реализации нашего проекта. Кстати, я еще упустил те офисные помещения, которые были сняты для специалистов, скажем так, IT-отрасли, для тех, кто разрабатывает блокчейн-платформу, для тех, кто работает в направлении искусственного интеллекта, да, машин, электриклини и так далее. Это был целый ряд, ну, производственных, точнее, офисных площадей возле Национальной библиотеки Республики Беларусь, которая находится на проспекте, на проспекте, на проспекте Независимости, да, так это называется, возле библиотеки. Кстати, недавно там был, две недели назад, там большой торговый центр построил, ходил там в кино. Вот. И сейчас, действительно, новость такая, она, может, даже где-то неожиданная, да, приобретено здание, девятиэтажное, площадей только 12 тысяч квадратов в одном здании. Если вы помните предыдущую интервью Анатолия Дарчевницкая, он тогда называл, что за все время, скажем так, работы группы компании Skyway было приобретено активов, площадь которых, по-моему, там превышала 10 тысяч квадратов, да. Сейчас только одно, скажем так, здание площадью 12 тысяч квадратов, и это необходимо для того, чтобы, скажем так, отделы съехались в одно здание, ну, и могли физически общаться друг с другом с целью, скажем так, ну, наверное, более активного работы над внедрением нашей технологии. И интервью, да, непосредственно Анатолия Дарчевича Низского, которое он дал, ну, я думаю, само интервью было дано раньше, а смонтировано оно и вышло в свет у нас в пятницу на прошлой неделе, в конце прошлой недели, где Анатолий Дарчевич, наверное, можно выделить несколько пунктов, он заявил, что 2020 год станет для нас решающим, да, то есть, помните, мы говорили там определяющим, направляющим и так далее, он заявил слово решающим, то есть, по идее, как бы так, в этом году должно случиться, то мы с вами ждем, да, то есть, очередной раз Анатолий Дарчевич упомянул то, что мы создаем не просто какие-то отдельные виды транспортных средств, там, отдельные виды чего бы то ни было, создаем транспортную инфраструктурную технологию, которая подразумевает таком-то вид отраслеобразующую, да, не отдельные транспортные средства, там, не виды каких-то транспортных средств, не строим мы просто отдельно дороги, а строим все в комплексе, это и транспортные средства, это и путевая структура, можно назвать, дороги Skyway, да, это инфраструктура, то есть, здания вокзалов, там, грузовые терминалы, повозочные, разгрузочные, это там, депо, стрелочные переводы, как называл Анатолий Дарчевич, у них, которые необходимы для того, чтобы движение транспорт мог, менять направление движения, и так далее, и так далее, и все это создается непосредственно одной компанией, то есть, если мы с вами действительно наблюдаем в мире на сегодняшний день транспорта, да, огромное количество предприятий, разных фирм, которые кто-то выпускает там автомобили, кто-то выпускает запасные части, кто-то, скажем так, занимается непосредственным строительством дорог, при строительстве дорог действительно мосты строят совершенно там еще сторонние организации, то есть, которые имеют лицензии на строительство мостов, там, скажем, бензоколонки, бензозаправки, автозаправочные станции строят следующие люди, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, это индустрия, которая подразумевает целый комплекс различных, скажем так, различных видов деятельности, и так далее, и так далее, здесь все, по сути дела, будет в одном едином целом, и путевая структура, и транспортные средства, и вся инфраструктура, которую необходимо будет создавать. Инфраструктура, как я, может быть, упустил в сегодняшнем вебинаре, но вы видели, как выглядит мини-байк второго уровня, то есть транспорт поднят над землей. Транспортные эстакады, которые, скажем так, не пересекаются ни с одним из других видов транспорта, не пересекаются с пассажирскими потоками, ну, именно поэтому, в первую очередь, уровень безопасности технологии Skyway на несколько порядков выше, чем то, что мы имеем с вами на сегодняшний день. Что еще сказал Анатолий Эдуардович Уницкий? Он заявил о том, что у нас более 10 видов подвижного состава, и те, кто работает в нашей компании, либо, скажем так, сотрудничает с нашим проектом достаточно давно, это тоже знают, да, то есть на сегодняшний день более 10 видов транспортных средств создано. Как заявил Анатолий Эдуардович, половина из них сертифицирована, но что хотелось бы отметить, да, то, что Анатолий Эдуардович сказал, что мы близки к тому, чтобы в этом году заключить адресные контракты, договора по адресным проектам и получить по ним финансирование, и как заявил Анатолий Эдуардович, что в этом году это будет реализовано. Вот получены, точнее, будут заключены договора на строительство дорог в разных уголках, причем он сказал, что это будет даже не один проект и даже не в одной стране. То есть это слова генерального конструктора, это не я придумал, если вы хотите убедиться в этом, можете еще раз послушать интервью Анатолия Эдуардовича Винницкого. Что еще он сказал, да, то, что создана большая, скажем так, мощная инженерная школа, которая по своему уровню не уступает таким гигантам, как МАЗ и БелАЗ, да, это крупные машиностроительные предприятия, находящиеся в Республике Беларусь, и, в принципе, наверное, из всех предприятий, которые выпускают именно транспортную технику, да, они, наверное, лидеры в Республике Беларусь, потому что МАЗ на сегодняшний день выпускают, начиная, скажем так, от седельных грузовиков, да, и, скажем так, автомобили, которые для дальнобойщиков создаются, и заканчивая автобусами, троллейбусами и трамваями. То есть, по сути дела, вот весь комплекс транспортных услуг города Минска, да, это одно предприятие Минский автомобильный завод. Вот. Далее, что хотелось бы отметить, то, что Анатолий Идарович уделил внимание в интервью, что за все время привлечения инвестиций было в технологию привлечено порядка 75 миллионов долларов, да, это та сумма, которую озвучил генеральный конструктор, вот. Ну и в его планах, как он говорил, да, в 21 веке построить порядка 20 миллионов километров дорог по технологии SkyWay. Что хотелось бы отметить, скажем так, в более близкой перспективе для нас с вами, да, это то, что в этом году на территории Объединенных Арабских Эмиратов, на том участке, который строится, вы знаете, да, 400-метровый участок уже построен, сейчас он, скажем, ну, наверное, проходит последние работы по обкатке четырехместного юникара, который был создан специально для условий Объединенных Арабских Эмиратов и тропического климата, да, и участок предполагается для строительства 2,5-2,8 километра, на котором будут продемонстрированы 40-футовые юниконты, весом, скажем так, которые смогут перевозить контейнеры весом 35 тонн, а общий вес транспортного средства будет порядка 50 тонн, да, что будут продемонстрированы пассажирские транспортные средства вместимостью до 300 человек, это, опять же, слова генерального конструктора, и то, что, скажем так, компания приступила к сертификации транспорта, международной сертификации транспорта, и сертификация это будет в этом году, и транспорт будет продемонстрировано в движении транспортных средств SkyWay на территории Эмирата Шарджа, где у нас находится инновационный центр SkyWay, да, часть научно-технологического парка Шарджи, вот, при американском университете, там будет продемонстрирована скорость 150 км в час, то есть то, чего мы ждем, то, что, скажем так, ну, одно из замечаний, да, и инвесторов, и людей, которые не инвестировали в проект и считают, что никогда он не реализуется, что до 150 км не разогнали, хотя обещали. Как сказал генеральный конструктор в своем интервью, что в этом году мы это продемонстрировали. Вот. Что еще хотелось бы отметить, то, что на прошедшей неделе целый ряд средств массовой информации непосредственно Объединенных Арабских Эмиратов рассказывал о том, что на территории инновационного парка Шарджа строится инновационный центр SkyWay, да, и вот, кстати, буквально недавно на сайте, скажем так, о строительстве на Ближнем Востоке Construction Week Online вышла статья о том, что беспилотный транспорт SkyWay переходит на второй этап развития на территории парка Шарджа. То есть там Светлана Волошина, которая является начальником управления развития, да, рассказала о том, что был построен 400-метровый участок, это был первый этап развития технологии, а сейчас будет строиться участок, скажем так, порядка 2,8 километра, вот, который предполагается построить за 6 месяцев, и на нем будет продемонстрировано, скажем так, транспортное средство на скорость 150 км в час, сертифицированное по международным стандартам. Это вот то, что мы ждем по 2020 году. Конечно же, в дальнейшем будет Экспо-2020. Что и как мы будем демонстрировать на данном мероприятии, я вам сейчас сказать не могу, потому что я не думаю, что это держишься какой-то на секрете, но тем не менее, пока информация о том, как мы будем себя представлять и демонстрировать на Экспо-2020, я еще не владею этой информацией. Возможно, в ближайшие там несколько недель нам эту информацию доведут. Экспо, если не ошибаюсь, стартует осенью этого года. Я смотрю, что уже написали какой-то вопрос, неужели струнный транспорт настолько безопасен, а что природные факторы ему не грозят? Заметные синие, наводнения, боковой ветер, падение дерева на трассу, теракт или если электроника вдруг откажет? Ну, конечно же, скажем так, от поломок электроники либо чего-то еще не застрахован никто. От терактов тоже, но тем не менее, скажем так, заявлял наш генеральный конструктор, что, например, если повредить при помощи теракта несколько промежуточных опор, а предварительно напряженная путевая структура закрепляется в анкерных опорах, которые могут размещаться друг от друга на расстоянии километра и более, то это, в принципе, никак не скажется на перемещении транспортных средств, то есть уцелеет путевая структура, возможно, снизится скорость с целью безопасности. Но с точки зрения, как заявлял генеральный конструктор, что любое транспортное средство, которое будет перемещаться по путевую структуру из КВ, оно стоит, скажем так, на каждом транспортном средстве установлено противосходное устройство, и даже сильный боковой ветер ураганный, да, то есть не будет способствовать тому, чтобы транспортное средство сошло с рейсом или перевернулось. То есть по заявлениям генерального конструктора, очень надежная конструкция, которая как раз-таки будет выдерживать речь слои о землетрясении, скажем так, самой высокой больности. Есть такие природные факторы, как туман, сильный дождь, сильный снегопад. Данные природные явления никак не будут влиять на перемещение транспортных средств. Кстати, все эти факторы очень сильно сказываются на перемещении транспортных средств, тех транспортных технологий, что мы используем. Сильный снегопад встает и поезда, и автомобили, и, соответственно, не летают самолеты. Ну, про море я, как бы, так затрудняюсь ответить, потому что если сильный снегопад, то в тех местах, где, скажем так, много льдов и снега, навигация в данный момент отсутствует. Соответственно, тоже транспорт не ходит. Хотя сейчас, конечно, разрабатываются мощные ледоколы в Российской Федерации, которые в дальнейшем планируются использовать и сохранять навигацию круглый год по Северному морскому пути. Ну, это вот время, скажем так, обозримого будущего. Итак, друзья, какие есть вопросы, касаемые информации, что я вам сегодня хотел дать. Сказать, чтобы она была такая, там, развернутая, я, наверное, не могу. Важно отметить следующее, то, что технология развивается. Действительно, помимо интервью Анатолия Дорожевича Ницкого, вот, опять же, приобретение собственного здания в активы компании, да, то есть 9 этажей, где будет размещено наше конструкторское бюро в одном здании. Не знаю, что будет происходить с данным, которое вы сейчас видите на экране, да, будет ли оно продаваться, либо, скажем так, для каких-то других целей использоваться. То есть все это в сфере, скажем так, понимания и разумения руководства нашего проекта в Республике Беларусь и генерального конструктора Анатолия Дорожевича Ницкого. Вы знаете, в среднем, вот, когда мы начинали развивать проект, просто Васин и Васи спрашивают, сколько стоит одна анкерная опора, да, то в зависимости от вида путевой структуры стоимость километра пути может колебаться, там, от одного миллиона долларов за километр, да, с учетом тех же стоимости анкерных опор, промежуточных опор, там, и так далее. Это где-то до 7-8 миллионов долларов за километр, вот эти цифры, которые я, по крайней мере, видел, слышал, они были напечатаны. То есть все зависит от условий, где это будет строиться, наверняка, скажем так, от тех почв, где это будет строиться, скажем так, от рельефа местности и так далее, и так далее. Сказать вам до копейки, сколько будет стоить одна анкерная опора, я не могу. Могу сказать, что, конечно, это будет мощное сооружение, потому что оно будет выдерживать большие, скажем так, горизонтальные нагрузки, да, потому что силы натяжения, как говорил Анатолий Даршиницкий, составляют до 1000 тонн, вот в данный момент, да, это то, что строится в Дненных Арабских Эмиратах. Ну, по крайней мере, я не видел нигде документов, в которых отдельно выделялось у нас, да, вот, допустим, вы можете приобрести нашу технологию, и стоимость отдельно взятой анкерной опоры будет такая-то. Для каждого конкретного случая будет рассчитываться своя стоимость и анкерных промежуточных опор, скажем так, и количество металла, какие виды транспортных средств будут использоваться, то есть в зависимости от того, какой будет пассажиропоток, какие будут транспортные средства, там, для унибайка, вы понимаете, путевая структура, она может быть легче, соответственно, дешевле. Для транспортного средства, которое заявлено генеральным конструктором, который будет вмещать 300 человек, например, да, конечно, нужна мощная путевая структура, потому что это большая нагрузка, и, соответственно, и сама путевая структура с километра будет стоить дороже. Ну, как заявлял генеральный конструктор, вот, в интервью, которое было где-то три месяца назад, осенью, да, что помимо того, что мы, скажем так, развиваем технологию и в процессе ее развития начинают использоваться и новые материалы, и переходят новые идеи, и происходит совершенствованность самой технологии. И даже та шестая путевая структура, которая будет возводиться на территории экотехнопарка в Республике Беларусь, уже, скажем так, претерпела целый ряд изменений, да, и, как заявляет сам Анатолий Дарчуницкий, стоимость километра путевой структуры, которая будет создаваться на шестой трассе SkyWay непосредственно Республике Беларусь, она будет обходиться где-то на 2 миллиона долларов дешевле, да, чем это было до того. Посредством тех ноу-хау, тех доработок, которые созрели в головах наших конструкторов, непосредственно Анатолия Дарчуницкого и так далее. Вот. Ну, это слова генерального конструктора. То есть я их просто сейчас для вас повторю. Так. Есть вопросы в соцсетях, да? Почему выбрали Объединенные Арабские Эмираты, первый вопрос? Ну, вы знаете, вообще, наверное, предыстория достаточно длинная, потому что первые попытки строительства либо использовать технологии на территории Объединенных Арабских Эмиратов были еще в начале 2000-х годов, когда существовал полигон в подмосковном городе Озер. То есть об этом речь тоже шла. Анатолий Дарчуницкий был в Эмиратах тогда. Тогда были представители Объединенных Арабских Эмиратов, которые посещали полигон в Озерах, здесь смотрели, как это выглядит, технологии. Потом переговоры велись в разных уголках земного шара, да, и я помню, начало 2015-го года, когда началось уже строительство... А, нет, тогда еще не началось строительство Экотехнопарка, потому что Экотехнопарк начали строить в конце июля, начале августа 2015-го года, а два раунда коров в апреле и мае 2015-го года проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. В общем, они проходили как в Дубае, так и в Абу-Даби, если я не ошибаюсь, да. То есть арабская сторона периодически, скажем так, интересовалась, как развивается технология, вот, да, и не случайно совершенно возникли Арабские Эмираты, наверное, еще и потому, что в 2018-м году там проходило крупное мероприятие, затрагивающее инфраструктурные проекты, девелоперские проекты и транспорт в первую очередь, да, это Future City Show, которое состоялось в апреле 2018-го года, и там уже были, скажем так, намечены конкретные действия, подписаны какие-то первые договоренности о реализации нашего проекта в Объединенных Арабских Эмиратах. Если вы, скажем так, человек, не новичок, а как минимум два года, например, следите за развитием нашего проекта, то у нас огромное количество новостей по тем мероприятиям, которые проходили на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот таким вот образом. Поэтому Эмираты это не случайно. Эмираты страна, которая на сегодняшний день открыта инновацией во всех сферах, да, то есть они, как говорится, делают страну, сказку, да, то есть города сказки там и так далее. И наша технология на каком-то этапе она была футуристична, фантастична, да, и, в принципе, убедившись в том, что это работает, что это есть, потому что, опять же, летом 18-го года после мероприятия в Объединенных Арабских Эмиратах, две делегации приезжали из Объединенных Арабских Эмиратов в Республику Беларусь, посещали наш экотехнопарк, видели вживую, как перемещаются транспортные средства. В одной из делегаций был, кстати, господин Аль-Махмуди, который является исполнительным директором научно-технологического парка в Шарджей, который сегодня, как раз-таки, путешествуя по миру, участвуя в различных мероприятиях, в которых речь идет о развитии научно-исследовательских парков в Шарджей, да, рассказывает о нашей технологии в том числе, что мы являемся частью этого парка, что мы развиваемся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, что это технология, которая в ближайшее время будет продемонстрирована во всей косе. По поводу строится две тестовые трассы длиной 2,5 километра, в Объединенных Арабских Эмиратах в Шарже запланировано три трассы протяженностью 2,5 километра, на которые будут демонстрироваться и пассажирские транспортные средства, больше пассажировместимости, чем то, что мы видели на территории Экотехнопарка Республики Беларусь, а максимально, да, у нас было заявлено с транспортных средств 48 человек, да, двухсекционных берельцев и юнинус, вот. И будут большего тоннажа, грузовые транспортные средства, которые как сыпучие грузы будут перевозить, об этом, кстати, Анатолий Бердорович говорил в своем интервью, так и те самые униконты, о разработке которых, в принципе, заговорили, опять же, что это где-то ближе к середине 17-го года. После мероприятий в Индонезии, да, вы знаете, скажем так, в Юго-Восточной Азии есть целый ряд стран, территории которых находятся крупные порты, и сейчас действительно идет бум, наверное, да, в сфере перевозок, контейнерной перевозки везде. То есть их возят крупные сухогрузы, их перевозят по железным дорогам. Я говорю, периодически бывая в Республике Беларусь, фактически, наверное, ни одного товарного поезда не видел, чтобы в его составе не находилось какое-то количество контейнеров, перевозенных, да. Раньше это были какие-то полувагонные цистерны, там, хапры, которые перевозят разные виды грузов, сыпучих, там, наливных и так далее, и так далее. То в каждом товарном поезде, который сейчас встречается, вот я там заметил, что несколько десятков, бывает просто по 60 вагонов контейнеровоза, которые перевозят эти контейнеры. Причем на некоторых из них я вижу, вы слышали, наверное, такое название, да, вот этот великий шелковый путь, там, новый, который там и так далее. Контейнеры с этими надписями я тоже видел на территории Республики Беларусь. То есть они ехали из Китая далекого, да, через всю Россию и в итоге оказались, и едут куда-нибудь, возможно, в Западную Европу. И работы над Юниконтом как раз-таки первое предположительное, скажем так, создание такого транспортного средства, идея возникла где-то в начале 2017 года. Дважды подряд, два года подряд на территории Индонезии наше предприятие принимало участие в выставке, да, и там была продемонстрирована технология, и там как раз-таки пошла речь о том, что неплохо было бы использовать технологии в Порту. Вот таким вот образом. Так, будем ли мы участвовать в... Вы знаете, но, насколько я помню, да, было заявлено, что мы планируем принять участие в выставке Иннотранс-2020. Она проходит, вы знаете, это мероприятие раз в два года. Если на первом мероприятии в 2016 году, да, вот как раз-таки в рамках нашего проекта. На данном форуме был представлен двухместный юнибальк и 14-местный юнибус, которые в дальнейшем поехали в технопарк, которые там испытывались, обкатывались, уже в этих транспортных средствах перемещались люди на территории экотехнопарка, да. Вот. В 2018 году был представлен макет на тот момент, скажем так, ну, по сути дела, как он будет выглядеть изнутри высокоскоростного Skyway, который будет до 500 км в час разгоняться, да. В прошлом году начались испытания, скажем, данного транспортного средства на путевой структуре в экотехнопарке, то есть при помощи, опять же, благодаря тому, что стали испытывать высокоскоростную Skyway, стали же опять испытывать систему токосъема, которую разрабатывают специалистами нашей компании, лаборатория, как я вам говорю, была открыта на территории экотехнопарка. Поэтому, я думаю, в 2020 году, я не могу утверждать на 100%, но, как говорилось, да, в предыдущих интервью, что в планах этой нашей компании есть участие на транспорте 2020-2020, он будет, там, буквально месяц-два разница с началом, с разницей его, да, немножко раньше, чем экспо 2020, но, тем не менее, я думаю, что за это время, которое у нас есть, будут наработаны планы, и нам будет информация, что мы будем представлять. Когда будет СТО, да, первичное размещение токенов на бирже, но давайте так, коллеги, те из вас, кто, опять же, читал, выходил на сайт SVG токена, да, то есть там сказано, что 1 июля 2020 года начнется движение, то есть вы потихоньку сможете переводить свои кошельки, созданные, скажем так, в криптовалютные кошельки, да, то есть в течение 2020 года, там, в течение года, начиная с 1 июля, вы сможете вывести все те токены, которые у вас есть, если вы уже их обменяли, там, приобрели и так далее. Я могу только предположить, да, раз объявлен старт 1 июля 2020 года, значит, это и то время, когда начнется движение в целом, да, по монетизации токена SVG, то есть те, кто им владеет, да, я думаю, что на первом этапе, об этом, правда, говорю не я, а Маслов там и еще другие члены направления на своих фебинарах, но объявлена дата была 1 июля 2020 года, и я могу только предположить, что именно с этого момента и начнется первичное размещение токенов на каких-то биржевых площадках, вот. Почитать, кстати, белую бумагу, обновленный сайт, вы можете по той же предыдущей ссылке, если вам интересно, я могу вам сейчас эту ссылочку просто сбросить в чат. Единственное, что вам нужно сделать, чтобы пока это все на английском языке, вот, это ссылка на непосредственно информацию по токенам по работе крипплатформы группы компании Skyway. Итак, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? То есть, я могу вас ориентировать еще раз, послушать интервью Анатолия Даровича Юницкого, да, оно не маленькое, 32 минуты, но, тем не менее, есть там моменты, на которые стоит обратить внимание, скажем так, это то, что говорит генеральный конструктор, поэтому это тот человек, который вообще запустил всю эту идею, ориентируйтесь на то, что он говорит, и будем смотреть по тому, как это будет реализовываться в 2020 году. Я напомню фразу, то, что 2020 год решающий. Итак, коллеги, если больше нет вопросов, сейчас я вот еще задам вопрос, в соцсетях там ничего больше не возникло, никаких пожеланий, рекомендаций. Если есть, просто дайте знать мне, коллеги, я буквально еще минуту подожду. А в целом могу сказать, проект развивается, на месте ничего не стоит, да, для кого-то он медленно, для кого-то очень быстро, то есть есть разные мнения по поводу развития нашего проекта. Технология впервые реализуется, то есть нигде мы не могли взять примеров, да, по реализации используя данной технологии. Все создается, скажем так, в головах тех, кто над этой технологией работает. Поэтому темпы такие, какие есть. Ну, как заявил опять же генеральный конструктор, то, что мы сейчас находимся вот на том моменте, когда будут подписаны договора по первым адресным проектам, ну и финансирование планет придет. Как было сказано, это состоится в этом году. И ни в одном месте, и ни в одной даже стране. То есть это слова Анатолия Дарыча Юницкого. По поводу 25 километров могу сказать только слова Анатолия Дарыча Юницкого, то, что земля выделена в одном из Эмиратов, и какие-то работы по направлению, скажем так, реализации высокой скоростной трассы уже ведутся. Что и как там сделано, ну, к сожалению, я не люблю придумывать, да, но в своем интервью Анатолий Дарыч это говорил, что высокоскоростной скайвей у нас не закопан, не забыт, да, и работы по реализации данного направления не тоже проводятся в данный момент. Сейчас отработка 400 метров построенных продолжается, скажем так, продолжается доделывание и уже, скажем, последние мазки в создании офисного центра, который в Шарже, да, то есть я думаю, там доделываются, приводятся в человеческий вид, анкерные опоры 400 метровой трассы, строятся анкерные промежуточные опоры уже следующих трасс, и, как было заявлено, уже источник, это интервью генерального конструктора и вот руководителя, руководителя проекта Светланы Волочиной в средствах массовой информации международных арабских эмиратов, через 6 месяцев мы продемонстрируем построенные участки 2,8 километра и скорость 150 километров в час. Опять же, это вы можете найти сами, это не я придумал, дай бог, чтобы это все случилось, я только за это. Кстати, вот там вот то, что Васин Вася спросил, не знаю, Вася ли это на самом деле, Васин ли его фамилия, но речь о высокоскоростном Skyway может идти даже не про 25 километров, а участок гораздо больше, как заявлялось раньше. Итак, коллеги, у меня на этом все. Огромное спасибо, что были сегодня на данном мероприятии. Здоровья Вам, любви и денег, отличного настроения. Окончание первого месяца этого года, да, старта, скажем так, самого короткого месяца в этом году, хотя в нем будет 29 дней. Хочу Вам пожелать все-таки увидеть зиму, потому что в Москве ее пока нет, хотя в феврале нам пообещали морозы в уровне 10 градусов. До новых встреч, да, следующее мероприятие у нас пройдет в следующий понедельник. Вот, и спасибо Вам еще раз за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok